Доброе утро, друзья! Мы в электричке. Мы чудом добежали. Артемия сегодня делала все, чтобы у меня успели, но мы все-таки успели. Еле-еле, за минуту. Да, что и доктор бежал до того старта. От бытия электрички я такая вся сюда еще не пришла. Арина сразу же проснулась, сразу же заорала в коляске, поэтому у меня на ручках избивается, как червяк. Ты чего избиваешься? Ты червяк? Вот это мне непонятно. Короче, мы едем к Марине в гости. Я хотела взять машину Алишера. Я вчера его вечером ждала, чтобы договориться о машине, но моя головная путь превратилась в мигрень, и меня просто вырубило в половине десятого. Я спала, я не знаю кто, я так не спала с моментов родов. Я просыхалась только на кормлении, и то кормила тоже в полусне каком-то. Обычно я там, ну, не сплю, короче, когда кормлю, а тут я просто дрыхла. И сама проснусь, был восьмого. Голова, конечно, до конца не прошла, но прям намного лучше, то есть я уже в состоянии функционировать. Сейчас, смотри, не приеду, кофе в нее выпью, и станет мне совсем хорошо. Вот. Так что отключила меня вчера. Ненавижу эти приступы мигрени, но их нету только во время беременности. Так что вот так, все. Лофа закончилась. Продолжаем с этим жить. А почему ты не выпила кофе тогда, чтобы встала? Я не хотела на ночь пить кофе. Если бы ночью голова не прошла, я бы встала ночью и выпила. Я так делала иногда. Помогай. Пьешь чашку кофе в 2 часа ночи и вырубаешься. Я встала на слово кофе. Да? Я вижу, она тебе вон улыбается. На слово кофе. Она очень любит Артемия. А я очень люблю ее. А я тебя очень люблю. Даже когда ты капризничаешь. Но я очень надеюсь, что ты будешь скоро сам соображать, что зимой надо надевать теплые штаны. Ладно? А сейчас еще пока не зима. Ну при учете того, что сейчас 1 градус, это можно уже считать зимой. Да, снега нет, но холодно, как зимой. Ну это еще осень. Это когда снег чуть-чуть есть. Я так скучаю по платьюшкам, конечно. Все лето я ходила нарядно. А теперь вот, пожалуйста, еще одни штаны с начесом. И это просто без вариантов. Все, до апреля сезон треники и толстовка. Потому что, конечно, там джинсы, например, это 3 сега. Ну, е-мое, это холодно, если ты не на машине ходишь. Нет. Только так, только так. Тут сейчас даже я бежала. И, конечно, мне было жарко, но нормально я оделась. Найди мячик. Такая прикольная реклама. Надо искать всякое разное. Тиме занято уже 5 минут. Мы пришли к Марине. А, Марина, почему ты останавливаешься? Потому что она убегает. Ну, Марина, такое шикарное тесто, так пахнет тестом. Прикольно. И так убегает хорошо. Надо его вниз подбирать. Да, надо его вниз. Вот, Марина старается. Мы сначала думали лепить пельмени, но поскольку я поздно приехала, мы решили упростить процесс, и это будет пицца. Я заскочила в магазин за сыром. Все вкусняшками. Ну, вот, Артемия уже ест макарошки с мясом тут. А у меня будет сейчас кофе, чтобы прийти в себя. А больше это вообще? Прийти в себя. А вот это вот Арина Алишеровна, которая не любит лежать в коляске, когда бодрствует. Ой, сейчас покажу вам ее, подождите. Неудобно все. Мне кажется, если бы я иногда хотя бы показывала всю ту жесть, которая иногда бывает за кадром, когда Артемий в сотый раз падает с самоката и плачет, потому что он упал. Арина в это время, ааа, я не хочу лежать в коляске. И прохожие такие на меня. Мне кажется, они идут и думают, горе мать, горе мать. Нет, они лежат и лежат, идут и думают. Слава богу, не мои. Да, нет, нет. Не-не-не, они думают, слава богу, не мои. Слава богу, не мои, тоже есть вариант. Ну, что, когда она орет в коляске, типа, ей надоело лежать, вот она начала кричать, а мне к Марине надо идти, еще минут 10 идти. А я не могу ее нести. Я просто не могу. И мне приходится это идти, раскачивать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Арина такая, а мне пофиг. А-а-а-ха-ха-ха. Так и шли. Вот пришли, а она сразу улыбашка, что ее из коляски вынули. Ну, правда, сейчас не улыбашка, а она стиральную машину увидела. Скажи что-то непонятное у меня дома не такая. Озвучивай, Алиса. Давай сама озвучивай. Тесто пыталось сбежать. Просто я туда добавила еще куркумы, чтобы она такая желтенькая была, красивая. Ну, Валеська. Я рада, что я в душе, в теплом была. Народ не поймет, почему ты она. А я помогаю Марине, не сними меня, я вот так вот помогаю Марине готовить уже полтора часа. Артемия обещала нарезать все, и вот он там помогает. Как это, видимо, нарезает? Еще я хотела попросить чай, потому что я не пила целую неделю. По скриптам. Олеся мечтала о душе и чае, потому что она приехала с лагеря туристического, где они ходили в походы, лазили по лесам, месили грязь. Ты понравилась? Я бы тоже хотела. Давай я тебя с детьми оставлю и пойду в поход. Только там еще веревки надо называть. Это подрастает еще одна отдельная подруга походу. Ты возьми на кнопку чайника, а мы чай заварим потом. А вот эта, Марина, что у тебя такое, вот эта оранжевая? Соус а-ля Марине. Марине. Кафе у Марине. Уютно и вкусно. Да, ну только это... То есть по душе ты соскучилась и по маме мы стреплили. Я ну что-то на шкафу. На шкафу? Обалдеть. На семье все котом занимается. Я продолжаю помогать Марине делать пиццу. Изо всех сил. Изо всех сил развлекаю Марину разговорами, чтобы ей не было скучно. Вот тут Менку вложили. Видите, как хорошо спит в конверте. А, надо чай сделать. Вот такая у нас пицца вкусная получилась. Я так старалась, так готовила. Вообще. Вообще. Вилку, нож. Не знаю. У меня есть только одна рука, я прямо так по этому повезти. Вот почему. У меня одна рука. Здесь пиццу вилкой. Ну, не знаю. Я. Мы вышли из дома. Марина решила пойти нас провожать. И пойдет с нами до соседнего метро. Ой, надо выправить козырек. Ой, ты смотри, выключился человек. Вот поэтому она плакала. Движение началось. Да. Плакала. Сейчас как-то в выходе. Мы спустились. Пришлось это. Я когда пришла к Марине, у Марина же есть лифт, в который коляска не лезет. А в прошлый раз девушка одна нам сказала, что она раздвигала двери вручную у лифта, и коляска пролезала. Я сделала это. Я залезла в лифт. Поднималась на Марине Наташ. А наверху у Марина дверной проем на 2 сантиметра уже у лифта. То есть не дверь, а именно у стены. И вынуть коляску я уже не смогла. А Арина орала, поэтому я вынула пакет. Арину передала, потом люльку от коляски, потом я ее сложила. А там нету кнопки зафиксировать лифт открытым. Поэтому меня раз в 10 дверьми еще прижал. Пока я вылетела. Алиса и приключения. Да, поэтому Марина сейчас отдельно пустую коляску спускала по лестнице, а мы спустились на лифте. Вот этот раз. А вот уже, вон смотрите, вечер наста. Ну, в общем, мы идем на старую деревню. Он мне всегда так нравится, как дома смотрятся в кадре светящиеся. Поскольку я в Сестрике, у меня там нет этих высоток. Я в город попадаю каждый раз. О-о-о, красиво как. Хотя для многих это выглядит обычно. А я наслаждаюсь видом этим. У тебя так красиво, ведь нигде красивее нет. Ты хорошо застегнулся? Ну-ка, посмотри на меня. Шея голая? Плохо застегнула. Ну, давай поправляй. В перчатках. Прямо в перчатках поправляй. В перчатках не поймать. Так надо с самого начала хорошо застегиваться, чтобы не было такого. Молодец. Все, пошли. Вперед. Пойдем. Пойдем. Ну, куда ты расстегаешься? Видишь меня? Застегнул? Услышал, да, окей? Расстегнул, да. Ну, вот мы уже и в электричке. Едем домой. Успели. За три минуты пришли очень удачно. Потому что греемся тут. Две булочки, послушались. Хороший день. Не самый простой, но очень хороший. Сейчас приедем домой. У Артемии еще чуть-чуть на мультике есть время. Но я не знаю, что я и сделаю. Чем-то и сделал много. За что хвататься, я не знаю. За маленькое тело. За маленькое. В идеале, вы поймете что-нибудь приготовить? Новенькое. А что новенькое? Вот я не знаю, что можно быстро приготовить, потому что я никакого мяса из морозилки не доставала. Да нет, я спрашиваю, что новое. Папу все ел. Вот я и думаю. Можно яичницу на уху сделать. Омлет. Он ее много раз ел. Я тоже не ел. На этой неделе он ее не ел. Будешь яичницу? Да. Ну хорошо, я вам сделаю. А что ты когда отравилась, когда мы вместе ели ешь? Я думаю, я дыней отравилась, что ли. Почему? Не знаю. Ну такие у меня мысли по вашим вечерам. Мы дома. И ребятки, детки мои, лежат тут на коврике. А я сейчас чуть-чуть приберусь. Мы уже поужинали. И уже будем укладываться спать, потому что вообще уже время идти в кровать. Но мы чуть-чуть припозднились. Мне надо дела доделать. Да и Арина поздно проснулась от сна. Поэтому у нас еще минимум час есть. Ну посмотрите на это. Угу. Вот, поэтому сейчас дела доделаем. Хороший денечек. Завтра надо сделать кучу всего по дому. У меня немножко разгром. В плане кухни, я бы сказала. Короче, у нас кончились все продукты. Можно спать сколько угодно. Все готовое кончилось. Надо заказывать продукты, надо готовить. Надо помыть плиту, прибраться. Угу. И уборку выходного дня сделать. Ну, короче, такое-то надо сделать акцент на дом. А то в предыдущие дни я увлекалась работой, так скажем. И вот сегодня к Марине съездили. Аккуратнее, аккуратнее. Это первый мой кораблик. Я его сам сотворил по инструкции на планшете. Угу. Молодец. Совсем взрослый мальчик уже. Хорошо изъявил. Так он помялся почему-то. Ну, ничего страшного. Ну ладно. Сегодня вам пока-пока говорит Арина. Говори. Скажешь? Поехали. Ёп. Поехали. 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 Продолжение следует...